У вёсты Старосиле проживая каля 30 человеку, паравнанне с иншими населенными пунктами с аналогичным лёсом, гэта немала, хоть колькасть жахаров змяняется с кожным годом. Периодично з'являются пустуюча участки. Гэтаму, например, больше як год, а праздарогу пустка тут только недавно завершили демонтажные работы. Домы пустые и непригодные для проживания после проведения усих юридичных процедур зносятся. С начала действия указа по сегодняшнему времени у нас снищено 64 ветки пустующих домов с надворными постройками. Вот мы сегодня находимся в деревне Мицки. В этом населенном пункте у нас снищено 22 жилых дома. С 2013 года у районе снесено 480 пустующих и старых домов. Наибольший плённый в этом плане был 2014. Большая частка вызволенных земель уводится у сельхозоборот. Есть и иншие варианты развития падей. Передача земли для введения особистой. Подсобные господарки об обыдавництво нового жилого дома, посадка на участках молодого лесу, тьи доброупорядкования зоны отпочинку. Порядка 45% вовлекли сельскохозяйственный оборот. Примерно 1% – это предоставление земельных участков гражданам для строительства и обслуживания жилых домов. У нас есть такие положительные моменты. Порядка 50% было в лесохозяйственный оборот, но остальные земли были переведены в землезапасы. Подадзенных на початок вереснях этого года у районе выявлено больше 260 домов, которые имеют предметы пустых и старых. Больше за все таких домов у Советским и Скрыгаловским сельских советах. Отбивается отдаленность их от райцентра. Если взять в разрезе района, что населенные пункты, которые расположены в пригородной зоне, это Козинский сельский совет, Протковский сельский совет, часть Каменского сельского совета, то там проблема не стоит в таких домах, они не появляются. Находятся другие собственники, активно идет перепродажа. Если взять, к примеру, Скрыгаловский, а Советский сельский совет, то там, да, там количество ветких и пустующих домов, и там, конечно, и произойдет значительная работа по сокращению их. Невыкоростанные земельные участки перетвораются у несанкционированные звалки, зарастают и псуют эстетичный выгляд населенного пункта. А кроме того, безгосподарная, значит, я еще и небезпечная. У таких домах нередкие пожары и выпадки травматизма детей. Да и земля должна приносить корысть. И только систематичная работа у этого накерунка позволяет держать на контроле ситуацию со старым жильем в районе. Илона Шаловская, Вячеслав Прописнов, телеканал «Мазыр» специально для телерадиокомпании «Гомель».